Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня, как обычно, мы постараемся с вами сосредоточить свое внимание на евангельском тексте, причем настолько его сосредоточить, чтобы не бежать по евангельскому благослованию, сломя голову, чтобы потом побыстрее закрыть свои размышления, а наоборот углубиться, углубиться и понять, что Господь нам в самых незначительных, как нам кажется, фразах хочет сказать, что Он нам благовествует, что мы можем упустить, когда мы слышим Евангелие на службе, когда мы внимаем проповеди священника, когда даже читаем какие-то обширные толкования святых отцов, потому что нет в Евангелии мелочей. И вот здесь вроде какая-то одна фраза, связка внутри очень важного евангельского отрывка, но в ней тоже есть очень важный глубокий смысл, который нам может пригодиться при чтении абсолютно всего евангельского текста, текста Ветхого Завета, тоже абсолютно всех книг и посланий апостольских. И вот этот ключик, который вот спрятан в этом тайничке, сейчас мы постараемся разобрать, поэтому давайте откроем Евангелие от Марка 4 главу и прочтем 13 стих. И говорит им, не понимайте этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? А вспомним контекст. Эта фраза, недаром я ее назвал фразой связкой, она связывает притчу о сеятеле, самую знаменитую притчу. Не будем ее особо пересказывать, перечитайте потом. Да, вот Христос говорит, идет стиль сеять, и сеет на каменистой почве, у дороги птицы восхищают, тернии растут, а что-то на плодородной почве, которая дает плод многократный. И апостолы не очень понимают, о чем речь. А вот после этой фразы, которую мы разбираем, дальше Господь дает истолкование притчи. Он показывает, сеятель — это вот проповедь, это Христос, это Бог, который свою проповедь к людям обращает. Да, что вот при дороге как раз птицы налетели, сила бесовская не дает людям утвердиться в проповеди. Да, вот малая почва какие-то, и тернии тоже напоминают нам об искушениях, или наоборот о каких-то радостях и суете мира таких проходящих, которые, увы, нас отвлекают от пути спасения. Ну и, конечно, плодородная почва — это когда человек полноценно проповедь воспринимает. И вот эту связочку между сельскохозяйственным описанием, которое уже даже человеку XXI века может не настолько быть близко, если он не непосредственно фермерским трудом занимается, и между толкованием, где те не про пассивы, а про то, как Господь проповедует Евангелие и ждет людей к спасению, и какие трудности на пути к спасению. Вот между этими двумя частями Господь говорит вот эту фразу «Не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи?» Очень важно посмотреть, что этот стих состоит из двух частей. Господь сначала констатирует. Вы притчу не понимаете. Вы не знаете, как ее применить. Она, может, очень красиво позвучала, очень мелодично, очень поэтично, очень возвышенно. Там дьякон в соборе прочитал, да или просто батюшка даже в деревенском храме, может, не так громогласно, но так от души. Все вдохновились, ой, какая притча. Потом, ну, тоже батюшка что-то там поговорил, может. А как это к своей жизни применить, ты абсолютно не понимаешь. Ну, ты читаешь Евангелие и думаешь, ой, ну, наверное, от того, что я это просто прочел, ну, сработать что-то должно. Ну, Господь будет признателен, что я взял, время посвятил. Конечно, уже хорошо. Но все-таки куда нам будет полезнее, легче жить. Легче жить не в смысле без испытаний, а легче эти испытания преодолевать и легче понимать, как, несмотря на все несовершенства окружающего мира нас, приближаться к Христу. Если мы будем для себя находить символическое значение в каждом евангельском стихе, в каждом евангельском отрывке. Так что вторая часть фразы. Как же вам уразуметь все притчи? Господь показывает. Почему Господь берет и потом абсолютно каждой притче не дает толкования? Не, в некоторых дает еще. Буквально там, ну, еще в паре мест Господь тоже более коротенькие притчи истолковывает и поясняет, кто есть кто действующие лица. Но большинство притчей они идут без толкования. Не для апостолов, не уж тем более для окружающих людей. А эти притчи уже потому, что человек должен сам догадываться, о чем Господь говорит. И если ты не ограничен привычным толкованием, наоборот, ты куда шире можешь свою мысль распространить. Потому что бывают такие притчи, где даже во времена святых отцов одни святые отцы толковали ее так, другие толковали ее чуть-чуть иначе. Одни представляли за этими образами пассивов или образами пастушества одно проявление евангельского благовестия, духовной жизни, другие другое. И таких ситуаций немало. Но тоже это не значит, что вот тоже, ой, две группы святых отцов, значит, только два толкования допустим. Каждый раз мы читаем Евангелие, и вот кажется, зачем читать каждый год? Я читаю Евангелие год назад и два года назад, и уже, в принципе, надоело, что может мне Евангелие сказать. Так нет, если ты освобождаешь свое сердце и ищешь вот уже второй, третий, десятый слой, причем слой — это не смысл, что Господь что-то там запрятал, какую-то истину, которой надо пробиваться. Нет, а потому что Евангелие — это неизменно. Но мы меняемся, наша жизнь меняется. У нас год назад были одни обстоятельства житейские, другой год — чуть-чуть другие. И поэтому год назад мы эти евангельские слова применяли в таких условиях, год спустя в других. И поэтому нам тоже каждый раз надо вот это символическое толкование употреблять. Некоторым таким человеком, который особенно внял этим словам Христа, был отец церкви, что вот парадоксально осужденно, как еретик, но тоже это вот порой люди не очень воцерковленные, они говорят, ой, отцы церкви, отцы церкви не ошибались. Нет, среди отцов церкви, среди тех, кого церковь почитает как основателей богословия, как основателей евангельской экзегетики, были в том числе и еретики. И одним из них был еретик Ориген. Вот он смотрел на Ветхий Завет со всей его жестокостью, вот по нашим новозаветным меркам. И у него вот прям не укладывалось это все в душе, он искал смысл, и он находил. И вот тоже, если Оригена начинаешь читать, его толкование, то видишь, ну, насколько он прям каждое слово берет и истолковывает, каждый стих, каждый смысл какой-то, вот просто битву в таком духовных возвышенных вещах, что прям диву даешься. Понятное дело, что, может, нам для нашего и собственного спасения души не нужно так высоко забираться. Но, тем не менее, мы, зная, что можно толковать притчу без привязки, что мы превращаемся как человек, который сидит, может, даже на золотой цепи привычного батюшкиного толкования на проповеди после службы, каждый год одно и то же повторяемое. А наоборот, мы вот эту золотую цепочку можем снять и взять ее с собой. Она у нас будет не то, что нас удерживает, а наоборот, это как драгоценность. Ну, представь, вот золотая же цепь, это же, ну, просто сокровище, это состояние целое, тем более не цепочка какая-то, о которой можно там человека приковать, что он с места не сдвинется. Так и здесь у нас мы берем, и если перестаем как-то зажиматься в своем разуме, в своей душе, и стараемся, вот, прочли ежедневный наш отрывочек из Евангелия, не главу там, просто там один абзац, один отрывок, и начинаем думать, как так применить к твоей жизни? И думаешь, ну, как мне применить вот там овец пасти? Ну, не пасуя вроде овец, потом думаешь, не, наверное, все-таки надо, если там про 100 овец, 99 не потерявшихся, одну заблудшую овцу, вот Господь так говорит, наверное, все-таки это вот не про пастырство, а правда тоже вот у меня там есть друзья какие-то, и вот я с ними общаюсь, один человек, у него сейчас какие-то жизненные проблемы, и что, я его сторонюсь, дай-ка я его поддержу, дай-ка я с другими друзьями его поддержу. И он действительно найдется, и наша там компания восполнится, и тоже нам будет так же весело, как когда мы все вместе собирались, и никто из нас не грустил. Ну, это лишь один из примеров. И то есть вот такие толкования, которые не то, что какие-то очень возвышенные, а которые просто применимы к нашей жизненной ситуации, мы сможем найти. Поэтому, дорогие братья и сестры, открывая и читая Евангелие, конечно, полезно после этого открыть и прочитать в интернете святоотеческие толкования. Конечно, полезно и включить наш канал Экзегет, и тоже на нем какое-то толкование посмотреть. Но помните, что это все лишь некоторая база, это нам дает и Святой Отец пример, которым можно воспользоваться. И просто обычный, может, батюшка какой-то молодой, бестолковый, шепелявый тоже дает пример, которым тоже можно воспользоваться. Но самое главное, дальше наше личное отношение с Богом. Что мы можем услышать, что мы можем понять, что мы можем почувствовать из того, что Господь нам давал. Вот как если у нас кто-то из близких, не дай Бог, умирает, ну, даже просто вот в силу возраста, и он нам писал какую-то открытку, письмо, там даже сообщение в телефоне, и вот как приятно ты берешь, перечитываешь это сообщение, вдохновляешься, там читаешь какую-то просьбу, там думаешь, ой, как мне стать лучше, как мне оправдать ожидания, там его там прадедушки, дедушки, да, вот покойного, да, вот что, как мне это исполнить. Точно так же мы относимся и к словам Христа. Но к словам Христа лишь с одним отличием, потому что, да, там дедушка, может, и умер, а Христос, наоборот, воскрес, Христос победил смерть. И мы берем эти заветы, исполняем не потому, что вот только из любви к тому, кто это сказал, как мы исполняем, все-таки должны исполнять заветы Бога, но и потому, что это нам действительно пригодится, пригодится в нашей духовной жизни следование к Христу.